Евразийский экономический союз не является политическим объединением. Экономическую составляющую евразийского сотрудничества и ключевую позицию нашей страны в этом вопросе удалось отстоять в ходе переговоров. Заместитель премьер-министра заявил, что с образованием Евразес возврата в СССР не будет, отметив, что согласно основополагающему документу, ничто не запрещает Казахстану заключать договоры с третьими государствами и международными организациями. Если же союз ущемит права или наши интересы, то страна может в любой момент выйти из организации. Обеспечен принцип суверенного равенства, равноправия и учета национальных интересов сторон. В проекте договора заложен четкий механизм консенсуса при принятии стратегически значимых вопросов. Решение на всех уровнях, что исключает всякую возможность доминирования какого-либо государства. С момента вступления Казахстана в таможенный союз отмечается увеличение темпов роста экспорта и снижение импорта в сельхозпродукции. Для отечественных товаропроизводителей открылся рынок сбыта с численностью населения 170 миллионов человек. Такие же логистические центры, по примеру ГЕГА, Валматы, которые показали свою эффективность, будут внедрять в других регионах страны. Со стороны государства будут создаваться условия для того, чтобы появлялись во всех областных центрах такие логические центры, как вы сейчас сказали, ГЕГА. То есть государство само не будет строить такие центры, создает условия в части оказания помощи по финансированию. Сейчас имеется масса программ у нас по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе и через фонд поддержки ДОМУ. Стадентаев опроверг слухи о создании единой валюты в рамках ЕС и заявил, что правительство Казахстана уже прорабатывает варианты для нашей экономики на случай введения международных санкций против Российской Федерации. Предполагается, что проект договора о создании ЕС будет готов и подписан к концу мая этого года. В него войдут Казахстан, Россия и Белоруссия. Своё желание присоединиться к евразийской экономической зоне также выразили Армения, Таджикистан и Киргизия.